Здравствуйте! Мы находимся в пригороде Екатеринбурга. Здесь компания «Ямаха» решила устроить презентацию снегоходов 2012 модельного года. И хотя формально мы уже распрощались зимой, на дворе март месяц, тем не менее здесь, на Урале, еще полно снега, стоит прекрасная морозная погода, светит солнце. Самое время оседлать мототехнику. Тем более, что окрестности позволяют сполна оценить возможности снегоходов. Для первого знакомства это более чем достаточно. Сейчас модельный ряд «Ямаха» насчитывает 11 снегоходов. В этом году несколько модификаций ушли с нашего рынка. Это аппарат для глубокого снега RX1 MTX и старый добрый утилитарник, который выпускался не один десяток лет BR250T. Увы, вместе с тем резко выросла и цена самого доступного японского снегохода. Если раньше она составляла порядка 160 тысяч рублей, то теперь эта планка поднялась до 300 тысяч. Расскажем о героях программы. Мы решили выбрать наиболее интересные модели. Это представители туристических, универсальных многоцелевых и спортивных снегоходов. Речь пойдет о снегоходах Yamaha FX Nitro XTX, Yamaha RS Venture TF и Yamaha RS Viking Professional. И что же тут нового, резонно спросите вы? Действительно, все эти модели уже известны российскому потребителю и были представлены раньше. Абсолютно новых снегоходов в этом году не появилось. Тем не менее, ямаховцы серьезно поработали над усовершенствованием аппаратов семейства RS Venture и FX Nitro. Именно этим и обусловлен наш выбор. Снаружи нововведение не сильно заметное. Все самое главное – внутри. А на десерт мы решили поведать вам об утилитарной модели Yamaha RS Viking Professional, о которой раньше не рассказывали. Начнем наше знакомство со спортивной модели Yamaha FX Nitro XTX. Под капотом этой Yamaha установлен литровый фрысковый двигатель Genesis 130 мощностью 136 лошадиных сил. FX Nitro XTX – универсальная спортивная модель, предназначенная как для трассы, так и для езды по глубокому снегу. О спортивных задатках снегохода уже косвенно говорят некоторые факты. Во-первых, отсутствие как такового ветрового стекла. Во-вторых, сравнительно небольшая масса – около 250 кг, а также особая эргономика водительского места. Так как эта модель адресуется поклонникам активного стиля езды, на FX Nitro XTX удобно двигаться стоя. Таким образом, спортсмены активнее работают с перераспределением веса и лучше контролируют снегоход в самых различных ситуациях. Широкая колея в 105 см и достаточно широкие передние лыжи обеспечивают стабильное поведение снегохода на укатанном снегу. На этом спортсмене установлена подвеска на двойных поперечных рычагах. Самое главное заключается в том, что по сравнению с предшественником, у этой модификации изменен угол наклона передних стоек, что дает лучшую устойчивость на трассе. Вообще, этот снегоход предназначен для прыжков, для преодоления трамплинов, поэтому подвеска здесь должна быть энергоемкой. И для этого, например, у передних амортизаторов есть регулировки хода сжатия и отбоя. Трак с мощными зацепами и узкий тоннель, скошенный в районе задней части гусеницы, дают большую проходимость в глубоком снегу. В отличие от прошлогодней версии, у модернизированного FX-Nighter появился более эффективный девятипозиционный подогрев рукоятей. Модернизация электрооборудования потребовала установки более мощного генератора. Это сулит более уверенную и надежную работу в суровые морозы. В задней подвеске также есть масса регулировок, впрочем, это характерно и для многих других снегоходов. Самое главное заключается в особенной конструкции трака. Его длина составляет 144 дюйма, но самое главное заключается, что после вот этого заднего ролика гусеница поднимается на 6 градусов вверх. Таким образом, если мы едем по трассе, то основное пятно контакта происходит в этой области. За счет этого снегоход становится более маневренным, он лучше проходит повороты. Но если мы съедем с трассы на глубокий снег, то уже начинает работать эта часть гусеницы. Таким образом, у машины повышается проходимость, он лучше идет по рыхлому снегу. Мощи 136-сильного мотора хватает за глаза. Он буквально как пушинку сдувает снегоход с места. Набор скорости происходит быстро и немного рисковато. FX-Snitra так и норовит привстать на заднюю часть гусеницы при любом неосторожном обращении с курком газа. Тяги хватает в любом диапазоне оборотов двигателя. Прелесть особой конструкции трака действительно чувствуется при прохождении виражей. Аппарат хорошо слушается руля и отличается завидной маневренностью. Впрочем, при движении по неровной трассе чувствуются небольшие паразитные подруливания. FX-Snitra подробно повторяет профиль покрытия, что требует большей концентрации внимания и усилия от седока. Зато энергоемкости подвески хватает везде. Эта Ямаха не боится кочек и не прочь попрыгать с трамплинов. Пробоев не будет. Вне трассы снегоход вел себя молодцом, хотя в слишком глубокий снег мы не заезжали. На целине FX-Snitra больше опирается на заднюю часть трака. Передняя лыжа при этом начинает отрываться от поверхности, и снегоход начинает глиссировать. Что ж, ямаховцы создали действительно универсальный аппарат, который подарит много положительных эмоций и не спасует на разных типах покрытия. Следующая наша модель – это туристический снегоход Yamaha RS Venture TF. Под капотом у него установлен такой же двигатель, как у модели Nitro. Это литровый впрысковый мотор Genesis 130, мощностью более 130 лошадиных сил. Но главное отличие этого снегохода от спортивной модели заключается в том, что он предназначен для поездок на дальние дистанции, причем для поездок с большим комфортом. Инженеры основательно перетряхнули начинку снегохода. Загибайте пальцы. Модель получила новый блок управления двигателем, новую систему слежения за уровнем масла, новые настройки вариатора, новый материал направляющих, перенастроенные передние и задние амортизаторы, новый тормозной рычаг и новую более удобную форму руля. Дабы снизить уровень шума, изменилась конструкция задней подвески и размеры шестерен трака. Этот снегоход рассчитан на комфортное передвижение водителя и пассажира. Тем не менее, его подвеска плотная и энергоемкая. На нем также можно активно ездить, не боясь пробоев. Отличительной особенностью модели РС Венча 2011 года является наличие электроусилителя руля. Теперь маневрировать стало гораздо проще. Это особенно оценят те путешественники, которые ездят на большие расстояния. Они будут меньше уставать. Помощь электроусилителя заключается не только в том, что руль стал более легким. Он теперь меньше реагирует на неровности, что особенно заметно во время спринта по неровному покрытию. Где-то ямка или бугорок, рыхлый снег или наоборот налик. Но Ямаха продолжает утюжить по прямой, не сбиваясь с курса. Конечно, большой турист массой по 300 кг не столь проворен, как короткие юркие спортивные модели. Однако в драйве ему не откажешь. Он прекрасно себя чувствует и в глубоком снегу, и на специальной трассе, позволяя прыгать на трамплинах, быстро и уверенно проходить повороты или просто нестись во весь опор. С таким тяговитым мотором РС Венча легко ускоряется с места и быстро набирает высокую скорость. По динамике он немногим уступает настоящим спортсменам. Этот снегоход не спасует во время увеселительных покатушек в духе кросс-кантри и отлично подойдет для длительных поездок. Если сравнивать с автомобилями, то РС Венча больше всего напоминает большой мощный комфортный седан, на котором приятно ездить по скоростным автострадам. Отличительной особенностью туриста является наличие ветрозащитных чехлов и подогрева ручек, за которые держатся пассажиры. У модели РС Венча есть масса различных приспособлений и функций. Во-первых, это фаркоп, то есть можно прицепить что-то, взять на буксир. Есть небольшой багажник. Сюда вот можно положить воду или еще какие-то необходимые вещи в дороге. Также есть регулируемая спинка, то есть пассажир может отрегулировать наиболее удобное положение. Но если вы путешествуете в одиночку, то эту спинку можно отрегулировать и под себя, создав, найдя для себя более комфортное положение. Также у модели есть многофункциональный дисплей, мощный подогрев рукояток и курка газа и большое ветровое стекло. Большое ветровое стекло защищает седоков от набегающего потока воздуха. В принципе, даже на большой скорости можно ехать в шлеме с открытым забралом. Поток холодного воздуха не будет раздражать лицо. Настала пора рассказать о нашем третьем герое сегодняшней программы. Еще одна модель, с которой мы сегодня познакомимся, это Yamaha RS Viking Professional. Настоящий представитель утилитарных многоцелевых снегоходов. RS Viking Professional – это флагман широкогусеничных снегоходов Yamaha. Самый дорогой среди рабочих лошадок, а также самый тяжелый аппарат во всей модельной линейке японской компании. Его цена составляет свыше полумиллиона рублей, длина – почти 3,3 метра, а масса заправленного снегохода приближается к 4 центнерам. Мощное стальное шасси, простой мотор, высокая проходимость и комфорт, сравнимый с туристическими моделями – вот основные достоинства этой модели. Также у «Викинга» самый большой топливный бак во всей модельной линейке Yamaha – 40 литров. Под капотом у этой модели установлен литровый двигатель Genesis мощностью 120 лошадиных сил. В отличие от других моделей, про которые мы рассказывали, это двигатель карбюраторный. Здесь три карбюратора. На руле здесь есть рукоятка регулировки воздушной заслонки. Также здесь присутствует так называемая горная стропа, которая позволяет проще управлять снегоходом в труднопроходимых узких местах. Но, пожалуй, одно из главных отличий этого снегохода является наличие понижающей передачи. Таким образом, данная модель лучше предназначена для буксировки. Через фаркоп к ней можно прицепить сани с грузом или притащить охапку бревен. Этот снегоход может утянуть до тонны груза. Трехцилиндровая силовая установка Viking Professional считается одной из самых надежных и долговечных на снегоходном рынке. Четырехтактный мотор оснащен электронным зажиганием, которое обеспечивает быстрый завод двигателя и качественное горение топлива даже при очень низких температурах. Об утилитарности данной модели говорят несколько фактов. Во-первых, это наличие багажника. Во-вторых, спинка пассажирского сидения не регулируется. Также здесь есть большой багажник. А еще небольшие сумочки по бокам. Тем не менее, этот снегоход не лишен функций комфорта, характерных для туристических моделей. У него есть подогрев пассажирских рукояток, подогрев руля и курка газа. На приборной панели также есть жидкокристаллический экран с контрольными лампами, данными о скорости, оборотах двигателя, уровне топлива в баке и пройденном расстоянии. Рядом также имеется электрическая розетка для внешних устройств. Отличительной особенностью модели RS Weekend Professional является высокая проходимость. Это достигается, во-первых, благодаря широкому траку, его ширина составляет 508 мм, а во-вторых, благодаря интересной конструкции гусеницы. Посмотрите на эту пружинный ролик. Благодаря ним гусеница имеет свойство преломляться. То есть при движении задним ходом, например, если вдруг окажется бревно или еще какое-то препятствие, то трак может как бы обогнуть его, и тем самым проходимость снегохода повышается в несколько раз. На ходу этот аппарат напоминает большой и мощный внедорожник. Разгон с места уверенный и быстрый, но не столь стремительный, как у туристических собратьев. Динамика не ураганная, да и на скорости управляемость чуть похуже. Чувствуется масса и габарита снегохода, который не позволяет ему быть юрким. За рулем такого ультилитарника не тянет на подвиги вроде гонок по трассе на время, скоростного прохождения поворотов или прыжков в высоту, хотя это ему под силу. Снегоход уверенно едет туда, куда вы его направили, не сбиваясь с намеченного маршрута. За пределами цивилизации, в глубоком снегу, на косогорах, викинг отлично себя чувствует, а благодаря относительно небольшой ширине в метр двести легко протискивается в узких местах. Не в последнюю очередь, высокая проходимость связана с широкими полозьями и с вышеупомянутой гусеницей, чья длина почти в 4 метра сопоставима с моделями, предназначенными для покорения гор и глубокого снега. Yamaha RS Viking Professional – это самый настоящий снежный вездеход-трудяга. География его эксплуатации широка – от горы тайги до тундры. И пусть это далеко не новая модель, благодаря постоянной модернизации машина по-прежнему достойно держится в строю. Ей еще рано уходить на пенсию. Наша программа подошла к концу. День сегодня был полным на яркие впечатления. Мы узнали много нового из особенностей поведения снегоходов. Но, пожалуй, самое главное – это то, что у них у всех есть свой характер. Если мы говорим о спортивных моделях, то такие снегоходы предназначены для людей, знакомых уже с этой техникой, обладающих определенными навыками, физически подготовленных людей. Если мы говорим об элитарных моделях, то такие модели больше предназначены для хозяйства. На них можно перевозить грузы, товары, можно перевозить людей. А компромиссным вариантом является туристическая модель. Она одинаково подойдет для любителей скорости и для тех, кому нужно возить пассажиров или ездить на большие расстояния. Это очень комфортный вариант, удобный, при этом не лишенный драйва. Что ж, пора прощаться. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин